54 ФСЗ, волшебная таблетка для интернета Торголия, которую сделает Носова Юлия компанией АТО. Прошу. Включите, пожалуйста, Юлию, чтобы была слышна. Спасибо. Работает. Добрый день, уважаемые участники. Нас немного, но тема горячая. Итак, меня зовут Юлия Носова, я представляю компанию АТО. Я, на самом деле, здесь немножечко в другой роли. Я новый руководитель как раз проекта совершенно нового АТО онлайн. Это то, что посвящено адаптации интернет-магазинов с точки зрения применения контрольно-кассовой техники. Итак, кратко про компанию АТО. Компания АТО уже 16-й год производит фискальные решения. То есть контрольно-кассовую технику, это направление является для нас, в общем-то, базовым. Мы являемся одними, даже я бы не сказала, одними лидерами на текущий момент рынка фискальных решений с долей, ну, уже приближающейся, наверное, к 50%. 54ФЗ, да, это основной закон, который регламентирует применение контрольно-кассовой техники, то есть все, что связано с расчетами как наличными, так и безналичными, то есть электронным средством платежа в сети интернет, теперь и в онлайн-торговле. Закон претерпел очень достаточно много изменений, отражающихся как на оффлайн-магазинах, так и, в общем-то, на е-коммерсе. Все расчеты, что ключевого, да, все расчеты, во-первых, переходят в режим реального времени, то есть федеральная налоговая служба имеет теперь инструменты полноценного контроля практически день в день о совершаемых платежах, как наличных, так и безналичных. Интернет-магазины с 1 июля обязаны применять контрольно-кассовую технику, то есть выдавать электронный чек при совершении платежа карты или какими-то электронными деньгами. Также одним из ключевых изменений является взаимодействие всех налогоплательщиков, всех организаций и индивидуальных предпринимателей с федеральной налоговой службой через некий инструмент, онлайн-инструмент, личный кабинет налогоплательщика. Ну и, естественно, повышаются штрафы за неприменение и, в общем, за такую вот ответственность. Прежде чем говорить про некое решение, которое мы предлагаем для обеспечения соответствия новым требованиям, давайте поговорим вообще про модель, модель потребления и модель применения различных решений для автоматизации бизнеса, а контрольно-кассовая техника, в общем-то, это один из элементов решения для автоматизации. Обычный офлайн-магазин, он имеет, ну, как бы неоспоримый факт, некая особенность взаимодействия с потребителем, это физический контакт, когда наш потребитель приходит на офлайн-торговую точку. Исходя из этого, офлайн-магазин приобретает решения для автоматизации, кассы непосредственно в собственность. Они, в общем-то, вынуждены обеспечить наличие IT-инфраструктуры, энергонезависимых каких-то каналов, для того, чтобы у нас наше решение работало ровно, по крайней мере, столько, сколько работает наша торговая точка. И очередь, что тоже очень важно, очередь в офлайн-торговой точке регулируется непосредственно самим потребителем. Если у нас магазин достаточно посещаемый, то для того, чтобы нам обеспечить высокую проходимость и обслуживание покупателя, мы просто расширяем кассовую линейку, мы просто ставим там несколько, большее количество кассовых мест. И прежде чем все-таки анонсировать сервис, хотелось бы еще отметить важный критерий, который действительно серьезно влияет на рынок интернет-магазинов и вообще на решение, которое мы предлагаем. И это фискальный накопитель. То есть касса, она вот такая вот, это первая, в общем-то, касса, которую мы разработали. Она сейчас на текущий момент единственная на рынке, которая применима для интернет-торговли. Она имеет очень удобный форм-фактор для обеспечения ее в серверной стойке. В нее встроен такой вот фискальный накопитель, на рисунке есть. Это устройство криптографической защиты информации, это то устройство, которое защищает данные и отправляет эти данные о расчетах в Федеральную налоговую службу. Оно имеет определенные ограничения. В первую очередь, это скорость обработки данных, то есть пропускная способность, где-то примерно около двух чеков в секунду, по нашим замерам, по нашим оценкам. Оно имеет определенные особенности, влияющие на область сохранения информации, что тоже некое ограничение накладывает по использованию. Меняется такой фискальный накопитель по закону каждые 13 месяцев, там есть внутренний ключ, который подписывает и формирует фискальный признак документа. То есть каждые 13 месяцев, то есть не реже, нам нужно менять, а если мы говорим все-таки про некие нагрузки, которые приходятся на фискальный накопитель, возможны ситуации, когда нам придется менять его все-таки чаще. Стоимость этого фискального накопителя от производителя 6 тысяч рублей. Так что же делать интернет-магазинам? Как же подружить железку с неким облаком? Потому что мы понимаем прекрасно, что наш интернет-магазин – это некий набор программных продуктов, программных решений. И про железку, кроме ноутбука, наверное, который есть у пользователей, у владельца бизнеса, никакого железа и нет больше. Можно, конечно, поставить эту кассу дома, купить дополнительный ноутбук, поставить эту кассу дома, подключить, обеспечить, наверное, может быть, энергией 24 на 7, 365 дней в году. Но что будет, если у нас выключился свет дома или еще где-то, где мы содержим эти кассовые аппараты? Если у нас касса просто банально перестала пробивать чеки, а это может случиться по разным причинам абсолютно. То есть для того, чтобы понять, это необходима некая квалификация, как минимум, знания определенные. Мы запустили какую-то мега-акцию, например, к Новому году или к 8 марта, и нагрузка на интернет-магазин выросла достаточно серьезно, причем такие пики появились. И одна касса просто не справится с этим, а чек мы должны отправить не позднее пяти минут после того, как пользователь заплатил нам. В общем, могут появляться достаточно много различных ситуаций, которые влияют на выход из строя или, в общем-то, на неотправку чека нашему потребителю. Есть решение, которое мы придумали, назвали его так условно ферма-касс, некая ферма, стали фермерами. Назвали сервис наш Атолл Онлайн, это облачный сервис, который предоставляет услугу для интернет-магазинов по аренде кассовых аппаратов, то есть касс, работает по ежемесячной подписке, в общем-то, что очень привычно для интернет-магазинов, для владельцев интернет-магазинов. То есть не требует приобретения кассы самой в собственность. И очень масштабируемо, то есть как возможно приобрести одну кассу, так и, в общем-то, несколько касс, столько, сколько необходимо под нагрузку нашего магазина. Ну, поподробнее о самом сервисе. Вообще Атолл Онлайн это некое рабочее название, вот, поэтому в ближайшее время она может видоизмениться. Это ферма, которая имеет вот 500 таких кассовых аппаратов, Атолл 42FS, да, это 500 аппаратов, которые вмещаются в одну серверную стойку с нами разработанным программным обеспечением, да, которое всем этим управляет, в том числе балансирует нагрузку и распределяет наши потоки информации, поступающие от разных юридических лиц, да, и разных интернет-магазинов. Вот здесь вот такая вот схема приведена, достаточно подробно описывающая все процессы, связанные как раз с потоками данных. Ну, вот зеленым контуром как раз выделено именно то, что сейчас для всех понятно, то, как работает сейчас без применения кассовых аппаратов, да. Наш пользователь, наш, точнее, покупатель формирует корзину в интернет-магазине, дальше идет отправка запроса к платежному агрегатору, мы получаем, соответственно, допустим, положительный ответ, что деньги у нас, соответственно, прошли. Интернет-магазин, CMS-система, да, отправляет далее. Здесь появляется уже вся история взаимодействия с кассами, да. Далее CMS-система отправляет эту информацию также в состав корзины, информацию о платеже в вот это вот ПО, некий балансировщик касс, да. Это программное обеспечение, которое как раз и управляет всеми кассами, находящимися в ЦОДе. Далее информация вся поступает в необходимую, свободную на текущий момент кассу. В нашем интернет-магазине происходит формирование фискального признака, передача этой информации к оператору фискальных данных, то есть посреднику между владельцем контрольно-кассовой техники и Федеральной налоговой службой. Ну и дальше уже потоки идут в ФНС. И обратно, соответственно, вся эта история. Есть некий фронт-энд для пользователя, да, который подразумевает регистрацию в этом сервисе. Если у пользователя нет на текущий момент удостоверяющий КЭП, да, квалифицированной электронной подписи, которая необходима ему как налогоплательщику для регистрации в ЛК ФНС, он может ее приобрести, услуга по ОФД уже входит в стоимость и также входит в стоимость регистрации в налоговом органе, то есть постановка кассы на учет. В общем, такая вот сложная схема. Это все можно сделать самостоятельно, но надо ли? То есть, если сложно, все можно намного проще сделать, подключившись к Толл онлайн. Причем для крупного бизнеса неважно, да, мы можем арендовать одну кассу, две кассы, да хоть сто касс, просто некое такое пространство, место в нашем ЦОДе. Вот, все это очень быстро масштабируется. Так, с точки зрения коммерческих условий, на текущий момент подключение одной кассы в месяц стоит 3000 рублей. Этот платеж не включает базовый, да, вот за фискальный накопитель. Сейчас поподробнее расскажу, что это. То есть, 3000 рублей за одну кассу в месяц, если мы подключаем две кассы и более, предусмотрена скидка, то есть 2000 рублей за каждую кассу. Помимо базового платежа, пользователю необходимо в собственность приобрести сам фискальный накопитель, вот этот, да. То есть, если по закону касса сама может не принадлежать налогоплательщику, он ее как бы арендует, то вот это устройство, фискальный накопитель, по закону должно быть оформлено и принадлежать непосредственно самому пользователю контрольной кассовой техники. Его стоимость у производителя на текущий момент 6000 рублей, мы его, естественно, предлагаем за 6100, ну, некие там расходы на бухгалтерское оформление. И, как уже говорила, менять его нужно не реже, чем 13 месяцев, да, то есть нужно понимать, что это такой, ну, как минимум ежегодный, соответственно, платеж. Вот, после того, как он вырабатывает свой ресурс, по закону пользователь, ну, то есть налогоплательщик, должен обеспечить его хранение в течение пяти лет, да, то есть мы можем либо передавать, ну, как бы, накопитель этой организации, если необходимо, либо, соответственно, предоставить сервис по хранению этого фискального накопителя. Что включает? Ну, базовый платеж аренды, да, то есть это обеспечение полностью работоспособности этой кассы с фискальным накопителем 24 на 7, 365 дней в году, быстрое восстановление работоспособности, если у нас касса вышла из строя, передача ее по договору аренды, услуги ОФД, которые на текущий момент на рынке составляют в среднем 3 тысячи рублей за одну кассу в год, они уже в этот базовый платеж включены, то есть это не оплачивается отдельно. Мы регистрируем кассы, то есть ставим их на учет, сами, да, заявления и так далее, активируем фискальный накопитель, то есть пользователь, по сути, избавляется от всей головной боли, связанной с регистрацией и введением кассы в эксплуатацию. Ну и будет доступна, естественно, некая статистика по работоспособности кассы, да, по ее какой-то финансовой информации. Ну, преимущество для бизнеса очевидно, да, но, во-первых, для интернет-магазина это привычный для них модель хостинга, да, то есть вот эта вся головная боль, которая появляется у нас с необходимостью применять кассы, да, она перекладывается на, соответственно, сервис. Минимизируются затраты на вхождение в этот бизнес, не нужно ничего приобретать, кроме фискального накопителя, да, разовые платежи. И очень хорошо, что если, допустим, открываются на какой-то новый бизнес, новый интернет-магазин, да, нам не нужно сразу покупать это оборудование, вдруг что-то не пойдет, да, мы попробовали, месяц один, два, там, три поработали, интернет-магазин все закрылся, открыли другой, ну, как бы, минимизация таких затрат. Быстро все масштабируется, бизнес растет, тоже может быть, расти может быстро, это очень хорошо, и, в общем, этот сервис тоже можно быстро масштабировать. Все в одном окне, да, то есть интеграция проводится со стороны CMS-системы, вот с нашим неким балансировщиком, который имеет на выходе растапе. Ну и владелец концентрируется действительно на своем бизнесе, да, предоставляя профессионалам, как бы, решать задачи, связанные с законодательством. Старт этого проекта намечен на самое начало марта, то есть это первое число, где-то примерно третье-пятое число марта. Мы стартуем и уже предложим, соответственно, рабочий сервис. На текущий момент обсуждаем партнерскую модель и наше взаимодействие с компанией 1S Bittrex, просто пока некий, там, процесс договоренности, да, поэтому об этом еще рано говорить. Вот, поэтому волноваться не нужно, к марту все заработает, все будет. Вот, и, в общем, Atom Online – это вот некое единое окно для того, чтобы обеспечить в e-commerce в соответствии всем требованиям нового 54ФЗ. Наш слоган – «Атол выбираете вы». Действительно выбирать вам. Вот, на этом все. Большое спасибо. Спасибо большое, Илья. Будем попробовать задать тебе вопросы, которые мы увидели, которые нам пришли. У нас есть два вопроса. Я озвучу, как есть, я не сильно, может, понимаю суть еще. Что делать, если оплата проходит через сервис SafeCrow Garant, если я правильно прочитал, или через любого другого партнера, посредника при оплате? Здесь, на самом деле, модель не зависит, через кого идут платежи. То есть платежные агрегаторы – это компании, в первую очередь, кредитные организации. Почему возникают вопросы, а кто должен применять кассу? Пользователь, владелец интернет-магазина, то есть юридическое лицо, или платежный агрегатор? Платежный агрегатор – это банк, по сути, это кредитная организация. По закону кредитные организации освобождены от применения контрольно-кассовой техники. И контрольно-кассовую технику по закону, как и в оффлайне, так и в онлайне, применяет сам налогоплательщик. В нашем случае налогоплательщиком является владелец интернет-магазина. То есть платежный агрегатор – это всего лишь сервис, который дает нам информацию обратную, прошел платеж или не прошел. Мы просто должны пробить чек тогда, когда мы действительно уверены, что платеж совершен, это в момент оплаты. То есть есть такой термин, который прописан именно непосредственно в тексте закона. Отлично. Еще один вопрос. Зачем менять фискальный накопитель, если данные будут сохраняться на северах ФНС? Это требования, также обеспеченные федеральным законом. Тут сложно ответить, зачем. Так надо. Ну, там есть некие особенности, просто в фискальном накопителе это же не просто некое устройство, это устройство криптографической защиты информации, это все, что связано с криптографией, это идет через ФСБ, и есть некие ключи, которые обеспечивают формирование фискального признака и вот эту защиту. Срок действия этих ключей ограничен 13 и 36 месяцами. Вот на текущий момент на рынке пока присутствует только один фискальный накопитель на 13 месяцев с ключом, и в будущем, то есть во втором квартале уже текущего года, мы ожидаем появления фискального накопителя на 36 месяцев. Но там есть в законе некие ограничения по виду деятельности и по системам налогообложения, которые могут использовать такой фискальный накопитель с более длинным ключом. Еще один вопрос, кажется, тоже очень интересный по теме. ФН хранится в хостинге. При изменении решений с онлайна в оффлайн получает ли клиент обратно ФН? Да, конечно. То есть мы по закону обязаны передать этот фискальный накопитель непосредственно владельцу. Потому что по закону должен хранить его 5 лет. Но если необходимо, допустим, будет есть такая потребность, мы просто об этом пока сейчас глубоко не думали, если будет потребность, например, арендовать, обеспечить хранение для пользователя, мы тоже готовы это делать. Почему нет? Отлично. Спасибо большое. Юлия?